Спасение утопающих – дело рук не только самих утопающих. Реальность далека от фильмов, в которых сцены с утоплением полны криков и воплей о помощи. Зачастую люди на пляже могут и не заметить тонущего. Однако самарцы рассказывают, если бы стали свидетелями такой ситуации, в стороне бы не остались. Я пойду спасать. Я, конечно, не спасатель персональный, но я сделаю все, что от меня зависит. Во-первых, я нырну за человеком, ну и постараюсь его вытащить. Если человек нахлебался в воды, ее нужно удалить из организма. Ну, там искусственное дыхание и т.д. Но настолько, насколько я знаю, к сожалению, я не медик, не спасатель, опять же, профессиональный. Но я думаю, что я не останусь безучастным. Поплыву и как-то к берегу. Теоретически немного знаю. Я думаю, что-то, наверное, смогу применить. А дальше кто-то поможет, я думаю, на берегу рядом с тем, кто более профессиональный, этим владеет. Буду кричать, чтобы спасали. Ну, я включу все свои навыки плавания, которые умею. Хотя я не очень хорошо плаваю. Плавать я плохо умею, но я пойду к спасателям и скажу, что такая ситуация. Ну, то есть начну бить тревогу. Плавать умею. Быстренько к нему подплыву, возьму на плечико и принесу его сюда. Здесь уже дальше, если будет захлебываться, не захлебываться. Это также первая помощь оказывать. Проходила курсы по волонтерству. Это очень полезный совет. Начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь рассказал, как правильно вытащить человека из воды и оказать ему первую помощь. В первую очередь нужно оценить собственные силы. Если вы не уверены в себе, то стоит организовать вокруг себя людей и звонить спасателям. Прежде чем кинуться в воду, нужно понять, где именно находится человек. Лучше пробежать больше по берегу. К человеку надо подплывать сзади. Будьте аккуратны. Все движения утопающего будут направлены на то, чтобы вцепиться в вас и попытаться удержаться на плаву. Подплываем сзади и хватаем человека или под мышку, или за голову. В крайнем случае вот так хватаем, находясь на спине. Можем даже за волосы взять. Задача ваша, чтобы он до вас не дотянулся руками. И дальше рукой загребаем. Если человек может с вами разговаривать, постарайтесь его успокоить. Если утопление произошло при вас, но человека уже на поверхности нет, вы должны четко зафиксировать ориентиры на берегу, относительно которых вы в последний раз видели тонущего человека. Если спасатели прибудут следом, это поможет им. Однако, если вам все же удалось вытащить пострадавшего на берег, необходимо выполнить следующие действия. Если человек в сознании, если он не потерял сознание, он хрипит, положите его на бочок, дайте ему откашлиться, лучше сделайте ему тень. И постарайтесь, чтобы он не шевелился до приезда скорой помощи. Если человек без сознания, он находится в состоянии клинической смерти. Это значит, что на спасение остается 2-3 минуты. Все нужно делать очень быстро. Быстро освободить его дыхательные пути от посторонних предметов. Если вы не уверены, что вы это сделаете быстро, освобождать даже не надо. Мы предполагаем, что если он был под водой, то дыхания у него нет. Мы не тратим время на определение его пульса. Вы берете рукой за челюсть, берете вторую руку за голову и запрокидываете максимально его голову, так, чтобы запавший язык не смог переградить дыхательные пути. Запрокинув голову, зажимаете ему нос, делаете рот, рот, 5 вдохов. После этого вы кладете руки ему на грудь, кладете руку на грудину, вот этой частью, сверху другую руку, на прямых локтях, начинаете делать 30 надавливаний. После этого необходимо сделать 2 вдоха. Если вы все делаете правильно, грудная клетка будет подниматься. После 4-5 циклов, 2 вдоха, 30 надавливаний, вы можете прощупать пульс на сонной артерии. Если у человека появился пульс, он закашлялся, положите его на бок. Одна рука пострадавшего должна быть под головой, другая вдоль тела. Одна нога должна быть в согнутом состоянии, чтобы он устойчиво лежал на боку. Находитесь рядом и контролируйте человека до приезда скорой помощи. Полина Чулякова, Сергей Баскин, Николай Сидоров. События.